В 23-м году, давайте что-то говорить, откровенно честно, у нас была проблематика. Мы подавали воду, вы помните, 4 часа раз трое суток. Мы вышли к осени 23-го года на подачу воды раз в два дня. Уважаемый Денис Пушилин, объясните, пожалуйста, сколько можно издеваться над людьми. В микроинтекстильщик у нас воды нет неделю. Воды в доме нет для личного использования. Объясните, почему? Стоит задача, конечно, выйти на подачу воды каждый день и увеличить подачу воды по времени. То есть не из 4 часов, а увеличить хотя бы до 6 часов, ежесуточно. И мы сейчас работаем над второй ниткой, устраняем замечания. Там есть пусконаладочная работа, еще ведутся. Если все пойдет нормально, то я боюсь уже озвучить какие-то сроки. Но население сразу должно понимать, когда же вода все-таки появится, дома. Мы планируем, что по весне, дай бог, все стабилизируется. Я тогда не задаю этот вопрос. То есть ясно, что это этот вот, 24-й. Да, весна 24-го года. Мы планируем все-таки, что будем подавать воду систематически каждый день. И она будет неполный день. Неполный день, к сожалению, потому что объема воды не хватает. Но будет хотя бы каждый день у наших жителей. Вот мы набираем снег. Потому что у нас реально неделю нет воды. Мы сейчас вышли на подачу воды уже через день. Через день по 5 часов. 19.10 или 19.05. По графику, подача воды в 5 часов. Вот, пожалуйста, мы стоим. В среду шла вода ровно 50 минут. Подъезд не успел набрать. Вот сейчас, начало 8-го, мы все стоим. Я, например, стоит бабушка. Я не буду показывать лицо. Вот стоит бабушка. Женщина живет на 9-м этаже. Одна. И она остается уже неделю без воды. Я, например, сейчас иду набирать снег. 21-й век. Уважаемый Денис Пушилин. Может, хватит пиариться и дарить в Москве розы на ВДНХ? А может, надо заняться проблемами Донецка? Итак, продолжаю. Дорогой Денис Пушилин. Вот я, живя с отцом-инвалидом, в возрасте, вернее, извините, больной, я набираю снег. Потому что у нас неделю нет воды. Объясните, расскажите мне. Вот моя дочь в соседнем подъезде живет с двумя детьми. Я живу с престарелым отцом, который сидит дома, не работает. У меня сейчас в квартире реально 7 литров воды. Расскажите нам, дорогой Денис Пушилин, что нам делать? В 21-м веке я набираю снег для личного пользования дома. Я очень жду вашего ответа. Причин, почему котельные не работают, несколько. Мы о них с вами знаем. Это и нехватка воды в целом, и несанкционированный отбор несознательными гражданами. Здесь предпринимаются меры. Вода была окрашена, чтобы как можно быстрее выявлять те стояки, по которым ведется данный отбор воды. Мы же что-то будем делать в 21-м веке для стариков, для детей, да просто для нас. В Славгороде неделю люди сидят без воды, но тоже потому, что авария. Никто не может починить. Никто не может починить. Вот так украинские диверсанты устроили такую аварию, что уже неделю никто не может починить. Топят снег. Топят снег. Это тоже очень старые, традиционные технологии, скрепные. Если нет воды зимой, то можно просто растопить снег. Главное, я просто напоминаю, не топите желтый снег. Это правило, которое все знают, кто имеет дело со снегом, а кто еще не имел дело, надо просто помнить, что желтый снег не топить. А это да, это такую зеленую воду дают жителям Волгоградской области. На них вначале была авария, и никакой не было. А потом дали вот такую зеленую. Можно еще раз показать. Да, вот такую дали, они недовольные. А могли бы радоваться, что хоть такая есть. Смотрите, какая классная, яркая. Вот мне бы сыну понравилось, если бы такая вода была. Он любит, когда все такое цветное, яркое. Не знаю, что они там жалуются. Нормальная вода. Красивая, интересная. Ладно бы, если бы какая-нибудь коричневая была, или черная. Так себе, такая клевая, зеленая. По-моему, вообще, не знаю, радоваться надо. Классная же вода, веселенькая. Что-то говорят, нет, не можем такую пить, и не хотим дать нам нормальную. Люди, капец. Будут опять без всякой сидеть. Будут выпендриваться, вообще никакой воды не будет. В Чите, а часть жителей. Проблема коммунальных новостей в том, что когда месяц назад вся эта херня началась, все такие, а, ужас, по всей стране какая-то жопа с коммуналкой. Трубы рвутся, люди замерзают. Тысячами остаются без воды, без тепла. Прошел месяц, все привыкли. Ну, нормально. В принципе, жили же раньше люди без воды, без тепла и без этого всего. Без этой всей роскоши. В традиционных скрепах вообще такого нет. В традиционных скрепах что есть? Деревянный толчок, в нем дырка. Пошел туда, в туалет сходил и все. И мыться раз в месяц. Нормально, скрепно. Вот это все поразнежились. Где-то все европейские цивилизации понабрались. Отопление, водоснабжение, канализация. Слово канализация сразу чувствуется, что не русское слово. Вот яма с говном, это все по-русски. А это скрепы, это путинские скрепы. А канализация это какая-то европейская херня. Зачем она вообще нужна? Так вот, в общем, тысячи жителей Читы 2 февраля остались без отопления, света и горячей воды. Но с другой стороны, в принципе, если у тебя нет света и отопления, нахрена тебе вся горячая вода? Что там делать в таком доме? Тоже вот логично. В общем-то, чиновники тоже рассуждают, что в целях сокращения расхода тепловой энергии будет отключена горячая вода. Вот потому что правильно, вам даешь горячую воду, а вы включаете кран и льете ее. Тратите. Кто-то в душ залез зачем-то. Ну, зачем вот это все надо? В целях сокращения расходов тепловой энергии отрубили нахер и все. И все сразу, но много тепла экономится. Потому что в стране дефицит тепла. Все наши проблемы от недостатка тепла. Все потому что как собаки друг с другом. Цепные. Злые. И чиновники такие же. Тепла не хватает. Надо отключить у всех горячую воду. Сэкономить тепло. Чтобы на всех хватило тепла. Чтобы теплые отношения люди строили в семьях, в обществе. Чтобы президента тоже, чтобы любили. Со всем теплом к нему. А то пишут всякие гадости. Вот посадили поэта. Потому что он про морщинистую жопу президента написал. Где тепло? Нету. Я про это обязательно попозже расскажу. Тем более, что фанат этого поэта. Так что грех не рассказать. Ну, в общем, не нужно это про морщинистую жопу. Больше тепла нужно. К вождю любви какой-то проявить. Ну, а то вы тоже там сидите. Если не будет хватать тепла, останьтесь вначале без горячей воды. Потом без батарей. Потому что тепло придется экономить, если вам мало будет. Так что давайте, давайте там тепло берегите. Экономьте. И побольше, и побольше тепла в отношениях. Субтитры создавал DimaTorzok